Всем привет! Сегодня у нас Алма, 38 глава. Сын мой, прислушайся к моим словам, ибо я говорю тебе, так же, как говорил Геломану, что в той мере, в какой ты будешь соблюдать заповеди Божьи, ты будешь преуспевать в этой земле. И если ты не будешь соблюдать заповеди Божьи, то будешь отвергнут от его присутствия. И ныне, сын мой, я надеюсь, что буду иметь великую радость в тебе, благодаря твоей стойкости и твоей верности Богу, ибо поскольку ты в юности своей начал взирать на Господа Бога своего, то я и надеюсь, что ты будешь пребывать в соблюдении его заповедей, ибо благословен тот, кто остается стойким до конца. Я говорю тебе, сын мой, что я уже имел великую радость в тебе, благодаря твоей вере и твоему усердию, твоему терпению и твоему многостраданию среди народа зарамийского. Ибо я знаю, что ты был в узах, да, и я также знаю, что тебя побивали камнями за слово. И ты все это перенес терпением, потому что Господь был с тобой. И ныне ты знаешь, что Господь избавил тебя. И ныне, сын мой, шаблон, я хотел бы, чтобы ты помнил, что в той мере, в какой ты будешь возлагать свое упование на Бога, ты будешь избавляем от своих испытаний и своих бед, и своих страданий, и ты будешь вознесен в последний день. И ныне, сын мой, я не хотел бы, чтобы ты подумал, будто я это сам по себе знаю, но открывает мне это Дух Божий, который во мне. Ибо если бы я не был рожден от Бога, я не знал бы всего этого. Но вот Господь по великой милости своей послал ангела своего возвестить мне, что я должен прекратить дело истребления среди его народа. Да, и я видел ангела лицом к лицу, и он говорил со мной, и голос его был как гром, и он сотрясал всю землю. И было так, что три дня и три ночи я пребывал в сильнейшей муке и скорбе души, и только когда я возвал Господа Иисусу Христу о милости, я получил отпущение своих грехов. Но вот я возвал к нему и нашел покой своей душе. И ныне, Сын мой, я рассказал тебе это, дабы ты мог познать мудрость, дабы ты узнал от меня, что нет иного пути или средства, которым человек может быть спасен, только во Христе и через Христа. Вот Он, жизнь и свет мира. Вот Он, Слово истины и праведности. И ныне, так как ты начал обучать Слову, именно так я хотел бы, чтобы ты продолжал обучать. И я хотел бы, чтобы ты был усерден и умерен во всем. Смотри, чтобы ты не превозносился в гордыне. Да смотри, чтобы ты не хвастал ни своей собственной мудростью, ни своей большой силой. Проявляй смелость, но не наглость. А также смотри, чтобы ты обуздывал все свои страсти, дабы ты был преусполнен любви. Смотри, чтобы ты воздерживался от праздности. Не молись, как зарамейцы, ибо ты видел, что они молятся, дабы быть услышанными людьми и получать похвалу за свою мудрость. Не говори, о Боже, я благодарю тебя за то, что мы лучше наших братьев. Но лучше говори, о Господь, прости недостойность мою, и поминай братьев моих милости, да и всегда признавай свою недостойность перед Богом. И ты благословит Господь душу твою, и примет тебя в последний день в свое царство, дабы воссесть в покое. И ныне ступай, сын мой, и обучай слову этот народ. Будь благоразумен. Прощай, сын мой. Конечно, какой был отец Алма. Вот я, конечно, хотел бы быть таким отцом для своих детей. Учись мудрости в юности твоей. Вот прям такие золотые слова он говорил и геломану, и вот теперь шаблону. Говорит те же самые слова. Учись мудрости в юности твоей. Тогда у тебя все будет хорошо. И вот сердце, терпение, многострадание. Ты молодец. Ты прям вот молодец, говорит шаблону. Ты претерпевал испытания. Тебя побивали, связывали крепкими веревками. Ты все же держался. Но, сын мой, не говори. Не молись так, как зарамейцы молятся. Что вот, я такой молодец. А братья мои ужасные молись так, что прости меня. Что прости за мою недостойность. Всегда признавай свою недостойность перед Богом. Будь смиренным. Очень классные слова. И дальше он говорит, что будь усерден и умерен во всем. Да, то есть тебе не нужно много для того, чтобы быть счастливым. Не превозносись в гордыне. И смотри, чтобы ты не хвастал ни своей собственной мудростью, ни своей большой силой. Тоже очень важный момент. Хвастовство. Даже, может быть, в себе. Я внутри, я такой молодец. И, в принципе, нет ничего плохого, да, в том, чтобы себя подбадривать. Но, как бы, подбадривание, главное, чтобы не перешло в гордыню. Он говорит, смотри, не превозносись в гордыне. Смотри, чтобы ты не хвастал. Да, проявляй смелость, но не наглость. Также смотри, чтобы ты обуздывал все свои страсти. Да, то есть, по сути, он сказал, да, давай, развивай качества, которые присущи Христу. Потому что это все, все качества, которые он назвал, это все было присуще Христу. И вот он в страсти своей, говорит, обуздывай, чтобы ты мог быть преисполнен любви. Да, нужна любовь в этой работе. Если ты идешь поповедовать Евангелие и людей не любишь, то ничего у тебя не получится. Потому что люди сразу, сразу чувствуют фальшь. Они сразу чувствуют, что тебе все равно. Что ты какие-то, может быть, гонишься за цифрами. Что, может быть, просто какие-то привычки у тебя. Не знаю, кто-то просил тебя поехать. Люди сразу это чувствуют. Но если ты их любишь, на самом деле, искренне любишь, то они это чувствуют. Дальше он говорит, воздерживайся праздности. Да, это тоже, мне кажется, к нашему веку, веку ТикТока. Нужно научиться нам воздерживаться о том, чтобы прожигать свою жизнь за ТикТоками. И тревожность от этого приходит, кстати, да, и так далее. Панические атаки, многие вещи от того, что мы прожигаем таким образом свою жизнь. Там много хорошего, на самом деле. Но все же надо планировать свое время, чтобы не было праздности так много в нашей жизни. Вот. И так далее. Дальше он благословит душу твою и примет тебя в последний день. Все у тебя будет хорошо. И вот мне нравится, в предыдущих главах Алма говорил, что я знаю, что Бог меня воскресит. И я увижусь с Ним. То есть я, по сути, вернусь к Нему. То есть вот эта уверенность в том, что он увидит Бога. Это не единственный человек, у которого была такая уверенность. И как бы хотелось жить. Это прожить эту жизнь, чтобы пришло во время даже жизни. Эта уверенность, что я увижу Бога. И буду достоин того, чтобы получить жизнь вечную. И быть вместе с Ним. Вот такой жизнью хотелось бы жить. Спасибо, что присоединились к моему изучению. И увидимся завтра. Пока-пока.